В рамках праздника животноводов на дом в местечке Тосбулак прошел конкурс «Смотр на лучшую юрту». В нем приняли участие все районы республики. В итоге третье место и 80 тысяч рублей у Эгейола Сарыглара из Судхольдского района. Второе место и 90 тысяч рублей завоевала юрта Миры Кыргыз из Улухемского района. Победитель конкурса Хеймирол Иргит из Мингентагинского района. Ему достался главный денежный приз в 110 тысяч рублей. Там же в местечке Тосбулак состоялась самая зрелищная часть праздника – чемпионат республики по конным скачкам. Всего в скачках приняли участие около 400 всадников по разным дистанциям – 10, 20 и 40 километров. Третье место занял рыжий конь Аяса Мангуша из села Шамбалы Козылского района. Приз 50 тысяч рублей. Второе место занял темно-гнедой конь Шорана Кулара из села Шеми Дзунхемческого района. Приз 100 тысяч рублей. И первое место занял рыжий конь Анатолия Ондара из села Баянтала Дзунхемческого района. Приз за первое место – автомобиль марки «Лада Гранта». Самым необычным и интересным событием «Надома» этого года стал первый международный фестиваль Тувинской баранины. В кулинарный бой вступили местные повара из регионов России и зарубежья. Фестиваль прошел в два этапа – региональный и международный. Третье место получила Борчи Юлдашева из Новосибирска. Второе место у Константина Минеева из Уфы. А лучшим из лучших признан повар из Тувы Руслан Чашол, представляющий кафе «Бельдеркежи». Главный приз – 50 тысяч рублей. В рамках «Надома» состоялась церемония вручения госнаград республики. Тренер-преподаватель Дзюша Судхольского района Ангчимангуш удостоен почетного звания «Заслужный мастер Тувы по конным скачкам». Ветерану труда Татьяне Демчик присвоено звание «Заслужный работник Тувы». Заслуженным работником здравоохранения стала Надежда Монгалби. Заслуженного работника в сфере образования удостоилась Нина Оржак. Учитель русского языка и литературы средней школы номер один города Шаганара Улухемского района Наталья Букша признана народным учителем Тувы. Учитель музыки средней школы села Байдаг Эрзинского района Сарага и Сайзов получил звание «Заслужный работник культуры Тувы». Мы обязательно разработаем резолюцию съезда с учетом тех предложений, которые были сказаны. А эта резолюция, конечно же, будет отправлена тем, кто несет особую ответственность за принимаемые решения. Это парламент, это правительство, это муниципальные органы власти. И мы будем руководствоваться теми советами, решениями, которые здесь вами были решены. Также в рамках праздников прошел традиционный съезд животноводов Тувы. Району Тувы представили 160 делегатов. Впервые участвовали представители этнических тувинцев из Монголии. Пять делегатов съезда получили государственные награды. Почетная грамота главы республики Тува вручна Чабану Моптаргалы Аверского района Алданолу Донгаку и начальнику Кошагальской районной станции по борьбе с болезнями животных республики Алтай Жанару Баяндинову. Почетное звание заслуженной животновод республики Тува присвоено главе личного подсобного хозяйства села Чахоль Александру Санду и Чабану племенного осиотческого хозяйства Деспен Тесхемского района Орлану Айдупу. В рамках съезда семи чемпионам на дыма 2017 года по разным номинациям вручены сертификаты на приобретение солнечных электростанций. В этом году клуб тысячников пополнился. Удостоверение чабанов-тысячников получили семь чабанов. В рамках праздника животноводов Тувы состоялась церемония передачи ключей от машины для бурения скважин. Специализированное транспортное средство для бурения приобретено по итогам конкурса на предоставление гранта главы республики для предпринимателей, объявленного в январе текущего года. Победителем стал глава КФХ Айол Мады из Зерзинского района. Побороться в национальной борьбе на поле стадиона «Хуреш» собрались 240 борцов. После упорной схватки определилась четверка лучших. Это Айдемир Мангуш, Сылдыс Мангуш, Эрес Карасал, Саин Белек Тулуш. В финальной схватке встретились Эрес Карасал и Саин Белек Тулуш с государственным титулом «Слон». Последний стал победителем чемпионата.